Этот выпуск надо начинать сразу с вида из окна. Посмотрели? А теперь скажите, где мы с вами вообще? Субтитры делал DimaTorzok И смотрят. Дальше Малайзия граничит с Индонезией и Брунеем. Также имеют морские границы с Сингапуром, Вьетнамом и Филиппинами. Таким образом, мы получаем страну в Юго-Восточной Азии, состоящую из двух основных регионов. Малайского полуострова и северной части острова Борнео. Столица. Куала-Лумпур. Мы, собственно говоря, из нее и вещаем. Влететь сюда русским гражданам можно без визы. Находиться можно до 30 дней. Официальный язык малайский. Население всей Малайзии около 33 миллионов человек. Из них 2 миллиона живут в столице. Более 60% населения исповедует ислам. Почти 18% буддисты, далее идут христиане и индуисты. Что по климату? Здесь все очевидно. Жарко круглый год. Схоже с таем. Тропики и влажно. Давайте быстренько покажу вам номер и идем смотреть город. Здесь у меня из достопримечательностей номера вот такое кресло. Дальше из достопримечательностей можно отодвинуть в сторону. И у нас открывается вид на ванну. Ну или на вашу жену или мужа. Телевизор закрывается вот этой штукой. Поднимается вверх. И его не видно. Не знаю для чего нужно было ставить такую байдень сюда. Когда можно было просто присобачить телек к стене. Здесь открывается тут у меня сюрприз, сюрприз. И рабочее место. Рабочее место, кстати, прикольно. Не маленькое. Стол двигается, перемещается. И я уже тут работал, сидел. Удобно. Это удобно. И маленькая загадка. Да, ребята, кто из вас знает, что такое обозначает вот этот знак со стрелочкой? Ну-ка, знатоки и уважаемые, пишем в комментариях. Что у нас есть в основном? В остальном у нас есть спортзал и бассейн. Как говорит нам booking.com. Я еще там не был. Был я на завтраке. С завтраком вопросов нет. Он большой, он вроде как бы по картинкам симпатичный, но вот такая штука-творка здесь. Короче, очень много всего стаил. Чувствуется, что он давно уже построен. Слышите, скрипит? Очень прикольная лестница вот эта, а ресепшн вот туда нужно подняться. Здесь можно либо по лестнице так прокрутиться, либо на лифте зайти и на второй этаж. Вот туда. Сначала вообще не соображаешь, куда зашел. Кажется, что какой-то такой фудкортик. Здесь несколько кафе по периметру. Кажется, что какой-то такой фудкортик. Город узнается во всем мире по Patterns Twin Towers. Это самые высокие башни-близнецы в мире. 88 этажей, 452 метра в высоту. Эти здания принадлежат группе Patterns, национальной нефтегазовой компании Малайзии, которая и дала название всей конструкции. С 1996 по 2004 год башни Patterns были самыми высокими зданиями в мире. Башни соединены между собой двухэтажным небесным мостом. Он же Skybridge. Его можно посетить. Но билет бронировать нужно заранее. Что по цене? Вроде это стоило 25 баксов. Сейчас, на момент вашего посещения, цена может поменяться. Забавно, но многие не знают, как называются эти небоскребы. И их просто называют башнями в Куала-Лумпуре или Куала-Лумпурскими башнями. Здесь пацанчики сразу выходят перед башнями и предлагают сделать селфи, фоточки. Ну, в смысле селфи, на телефон. Вас фоткают за денежку. Короче, вот вам бизнес. И здесь их куча. То есть это не один какой-то фотограф. Здесь их сразу же штук 10-15, наверное. У них специальные такие штуки, где по несколько телефонов. Короче, делают вертикально, горизонтально сразу на все телефоны. Айфон 15, айфон 20. У них все, что хочешь есть. Я говорю, у меня камера стоит в 5 раз дороже, чем айфон. Говорит, нет, мой айфон, говорит, дороже, чем твоя камера. Есть еще одна башня, которая так и называется. Башня Куала-Лумпур. Ее высота чуть меньше, но всего на 31 метр. Я посчитал на калькуляторе и получил 421 метр. Если Patterns Towers это офисы, торговый центр, концертный зал, то Kiel Tower это преимущественно телекоммуникационная башня. Ну и смотровая с рестораном, конечно. Архитектор Сезар Пелли, строивший башни Patterns, также проектировал корпоративный центр Банка Америки. Здание One Canada Square в лондонском финансовом районе Кеннери-Ворф. World Financial Center в Нью-Йорке. Национальный музей искусств в Осохе. И вообще он был признан одним из самых великих архитекторов своего времени. Я вчера прилетел в аэропорт в районе 10 вечера и заселился в гостинице уже в 12. То есть уже было поздно. Все, что внутри, все вот эти кафушки, они закрылись в районе 10. И мне нужно было найти что-то поесть. Что я нашел? А я нашел прямо напротив вот такое место. Это фудкорт, он работает круглосуточно. Тут всякого рода индийская еда. И вот видите, там сидят люди. Можно еще припарковаться на машинах. Короче, вот такой индийский круглосуточный фудкорт. Прям напротив у меня отеля. Ребята, я такого никогда не ел. Это десерт с фасолью. Видели такое? Смотрите на размер. Я не знаю, очень прикольно. Сейчас мы пробуем. Вкусно, вкусно. Вкусно. Вкусно, вкусно. Это немного сладко. Короче, лед какой-то. Как из морозилки достаешь, когда лед. Вот приблизительно такая же штука. Окей, Адрен, you tell me, like, what is this? This is curry noodle. Something spicy, but not too spicy. So it's a soup face with noodle. And it is very popular during lunch or during dinner. This is artichoke, no? This is anchoice. Anchoice, anchoice. So this is a small fish that's fried. So it's anchoice. And then, of course, with peanuts. And this is sambal. It's a special sauce. It's kind of spicy. And in Malaysia, you eat rice. Rice is as well, like the same popular as in China. But this rice is different. It's with special leaves. In the coconut milk, they cook this rice. It's typical for Malaysia. Asie is a eat. And, блин, ребят, ну это надо только пробовать. Причем, Эдрин мне принес сначала десерт. Вот эту пирамиду огромную. Теперь еще два огромных блюда. Короче, я не знаю, как я это буду есть, но мне придется. мы с вами давайте отъедем на 15 километров на север от центра здесь находятся пещеры бату пещеры являются священным местом для индуистов в малайзии особенно известен храм шри субраманьяр внутри главной пещеры пещеры пропустить невозможно у входа мы с вами видим огромную золотую статую бога муррагана это одна из самых высоких в мире статуи индуистского божества ее высота составляет 42 метра бог мурраган известный также как субраманьян считается богом войны и победы в индуизме он особенно почитаем в южной индии среди тамильского населения что символизирует эта статуя здесь защиту и силу также является значимым объектом поклонения во время ежегодного фестиваля тайпус сам который проводится здесь у пещер сами пещеры находятся внутри 100 метрового известнякового холма для доступа к главной пещере посетителям необходимо подняться по 272 ступени эти ступени ведут к входу в основную пещеру которая является наиболее значимой и посещаемой частью комплекса он орешки так продают прикольно ребят прибыли и к следующему месту нашим к локации по духе из пещеры бату вы конечно уже заметили что рядом с пещерами обе тают обезьянки это друзья длиннохвостые макаки макака фасикуларис или попросту говоря крабовые макаки как ведут они себя улыбаются и машут нет они довольно навязчивые и в некотором роде бесстрашны когда дело касается чего-нибудь стянуть особенно у туристов они часто подходят близко к людям в поисках еды что может быть как забавным так и честно говоря немного неприятным опытом для туристов туристам рекомендуется быть осторожными с личными вещами и не кормить обезьян чтобы избежать нежелательного внимания со стороны этих животных выполняют ли туристы эти требования нет многие берут сюда пакеты с бананами надеюсь покормить животинку с ручки в итоге обезьяны рвут все что можно порвать и вырывает все что можно вырвать лезут в рюкзак если он открыт инструкция по обращению с обезьянами думаю всем понятно ну что погнали наверх надо потом посмотреть сколько здесь ступенек я честно говоря не проверял в интернете информации у меня нет но интересно ну не прям так чтобы сильно высоко но лестница такая относительно крутая со всех сторон лазит маленькие обезьянки как кошки по размеру у меня наушники в ушах главное чтобы не забрали наушник хотя наушники пофиг камера вот чтобы не утянули о тут все с телефонами если обезьянка какая-нибудь камерку меня вытащит или наушники ему зло послушать я думаю что наверное больше всего интереснее еда какая-нибудь короче увидели те обезьянки вырывают пакеты просто знают что пакет вырвать легко это первое пакеты хватают достают оттуда еду причем друг у друга обезьяны сами пытаются вырвать что-то создают такую сверху и потому что дождь прошел или потому что поливают а потому что капает с потолка как потолок если это может быть потолок и здесь конечно свежее чем визу прохладненько поднялся по лестнице через вот эти ворота минуя всех обезьян здесь сразу же конечно сувениры и дальше у меня уже пещера и так вы поднимаетесь по лестнице вверх пожаре минуя этих диких животных в надежде что вот-вот пройдете все испытания и перед вами откроется невероятный подземный мир и вы оказываетесь правы вы как герой книги джунглей попадаете в затерянный город древний и загадочный полный заброшенных зданий и храмов доминируемый обезьяны это место окутано атмосферой таинственности и давно забытого величия руины напоминают о прошлом великолепии и забытой цивилизации настроение резко меняется на загадочное и мистическое а внутренний и внешний мир как будто наполняются чудесами и и и и и и и